Здравствуйте, дорогие читатели! 8 июля отмечается замечательный праздник – День Семьи, Любви и Верности. Мы предлагаем вашему вниманию громкое чтение главы из книги на Рене Абгарян «Манюня». Глава называется «Манюня знакомит меня с Ба» или «Как трудно у Розы Иосифовны пройти фейс-контроль». День Семьи, Любви и Верности приурочен православному празднику. В памяти святых князю Петра и его жены Ферронии Муромски. С 2022 года по указу президента России праздник носит официальный статус. Нарине Абгарян – российская писательница армянского происхождения, лауреат премии «Ясная поляна» и номинант «Большой книги», автор бестселлеров «Манюня», «Люди, которые всегда со мной», «Семен Андреевич. Летопись в каракулях» и других замечательных произведений. Книга «Манюня» – это светлые и смешные рассказы, в основе которых лежат детские воспоминания из жизни писательницы. В 2010 году книга вышла в свет и завоевала сердца миллионов читателей. А в следующие два года были изданы еще две книги. «Манюня» пишет «Фантастический роман» и «Манюня. Юбилей. Ба» и прочие преволнения. В конце 2021 года вышел сериал по произведению писательницы с одноименным названием «Режиссер Авман Марусян». По ходу повествования у вас может сложиться впечатление, что баба была здоровной, упертой и деспотичной особой. Это совсем не так. Или не совсем так. Ба была очень любящим, добрым, отзывчивым и преданным человеком. Если Ба не выводить из себя, она вообще оказалась ангелом вопроте. Другое дело, что вызвать себя Ба могла по любому, даже самому незначительному поводу. И в этот нелегкий для мироздания час операция «Буя в пустыне» могла показаться детским лепетом по сравнению с тем, что умела устроить Ба. Легче было, наместив совок, выкинуть за амбар впоследствии смерча, чем пережить шторм Бабы Розиного разрушительного гнева. «Я – счастливый человек, друзья мои. Я несколько раз сталкивалась лицом к лицу с этим стихийным бедствием и так и выстояла. Дети живучи, как тараканы». Нам с Маней было по 8 лет, когда мы познакомились. К тому времени мы обе учились в музыкальной школе. С Маней по классу скрипки, я фото-пиано. Какое-то время мы встречались на общих занятиях, перекидывались дежурными фразами, но потом случилось памятное выступление хора, после которого наша дружба перешла в иную, если позволите такое выражение, остервенелую простость. Мы пересели за одну парту. Вместе уходили из музыкальной школы. Два года домой нам было по пути. Если у Мани в этот день случалось занятие по скрипке, то мы по очереди несли футляр. Он был совсем не тяжелый, но для нас, маленьких девочек, достаточно громоздких. Недели через две нашей тесной дружки я пригласила Маню домой знакомиться с моей семьей. Маня замялась. Понимаешь, потупилась она виновата, у меня баб. Кто? Переспросила я. Ну, баба, баба Роза. И что? Мне было непонятно, к чему Маня клонит. У меня тоже бабушки. Тата и Настя. Так у тебя бабушки. А у меня баба. Маня посмотрела на меня с украины. У бани забалуешь. Она не разрешит мне по незнакомым людям ходить. Да какая же я тебе незнакомая? Позвела я руками. Мы уже целую вечность дружим. Аж я посчитала в уме восемнадцать дней. Маненька поправила съехавшую из плеча бетель школьного фартука, разгладила торчащий валан ладошкой, попинала коленом футля в скрипке. Давай так. И дружила она. Я спрошу о разрешении у ба. А на следующем занятии расскажу тебе, что она сказала. Ты можешь мне на домашний телефон позвонить? Дать номер? Понимаешь. Маня посмотрела на меня виновата. Бани разрешают мне названивать незнакомым людям. Вот когда мы с тобой официально познакомимся, тогда я буду тебе названивать. Я не стала по-новой напоминать Мане, что мы вроде уже как знакомы. Значит, подумала я, так надо. Слово взрослого было для нас законом. Если бани разрешала Мане названивать другим людям, значит, в этом был какой-то тайный, недоступный моему пониманию, но беспрекословный смысл. На следующем занятии по сельфейджи у Манюни протянула мне сложенный четвероальбомный лист. Я осторожно развернула его. Прелестное письмо моей подруги начиналось с таинственной надписи. Нарине, я тебя приглашаю в субботу, всего 1979 года, в 3 часа дня. Если можешь, возьми с собой альбом с семейными фотографиями. Мое имя было густо обведено красным фломастером. Внизу цветными карандашами Манька нарисовала маленький домик. Из трубы на крыше само собой варил густой дым. В одиноком окошке топорщилась лучиками желтая лампочка Ильича. Длинная дорожка, петляя замысловатой змейкой, упиралась прямо в порог. Почему-то в зеленом небе из-за кучерявого облака выглядывало солнце. Справа, в самом углу, сиял пучеглазый месяц с звездой на хвосте. Надпись внизу гласила «Синий карандаш потеряла, поэтому небо зеленое, но это ничего». Конец. Я прослезилась. Собирала меня мама в гости, как на судный день. С утра она собственноручно выкупала меня так, что вместе с кожей сошла часть скудной мышечной массы. Потом она туго заплела мне косички. Да так туго, что только не моргнуть и вздохнуть я не могла. Вот так я себя и чувствовала. Но моя неземная красота требовала жил. Поэтому я стойчески выдержала все процедуры. Затем мне дали надеть новое летнее платье. Нежно-кремовое, с рукавами буст и кружевным подолом. «Поставишь пятна?» «Обой, понял?» – ласково предупредила мама. «Твоим пёстром ещё донашивать платье за тобой». Она торжественно вручила мне пакет с нашим семейным альбомом и коробкой конфет для пакет. Пакет был невероятно красивый, ярко-голубой, с одиноким классовцем комбоя и надписью «Мальба». Таких пакетов у мамы было несколько, и она берегла их, как зеницу ока для самых торжественных случаев. Кто застал дефицит советской поры, тот помнит, сколько сил и неимоверной смекалки нужно было затратить, чтобы достать такие полиэтиленовые пакеты. Не ставь локти на стол, не забудь поздороваться и говорить спасибо. Веди себя прилично и не скачи по дому, как ненормальное. Мама продолжала выкрикивать инструкции по поведению, пока избегала вниз по ступенькам нашего подъезда. «Платье береги!» Голос ее настиг меня уже у выхода и больно кольнул спину. «Хорошо!» Маня в нетерпении переминалась возле калитки своего дома. Ездали, заприметив меня, она побежала навстречу. «Какая ты сегодня красивая!» выдохнула она. «Для твоей бабушки старалась!» Примугнила я. Весь мой боевой запал мигом куда-то улетучился. У меня двоилась в глазах, не разгибались колени, предательски потели руки. Маня заметила мое состояние. «Да ты не волнуйся, у меня мировая баба!» Она погладила меня по плечу. «Ты только в всем соглашайся с ней и не ковыряйся в носу!» «Хорошо!» скаркнула я в завершении ко всему у меня пропал гор. Маня жила в большом двухэтажном каменном доме с несколькими ротжиями. «Зачем он столько ротжий?» лихорадочно соображала я, пока шла по двору. Но спросить об этом постеснялась. Мое внимание привлекло большое тутовое дерево, раскинувшееся в непосредственной близкости от дома. Под деревом стояла длинная деревянная скамья. «Мы здесь папой по вечерам играем в шашки», пояснила Маня. А Ба сидит рядом и подсказывает, что мне, то ему. «О, старик!» Манька закатила глаза, мне стало еще страшнее. Она толкнула входную дверь и шептала. «Ба, наверное, уже вынимает песочные печенья из духовки». Я полила носом. Пахло чем-то нестерпимо вкусным. Дом достаточно большой снаружи. Внутри оказался компактным и даже маленьким. Мы шли по длинному узкому коридору, который упирался в холл. Слева была деревянная лестница, ведущая на второй этаж. Напротив стоял большой комод из черного дерева, увенчанный латунными семисвечниками. На полу лежал ковер с тонким восточным рисунком. Вся стена над комодом была увешана фотографиями в рамках. Я подошла поближе, чтобы разглядеть на лице на фотографиях, но Маня дернула меня за руку. Потом она указала на дверь справа, которую я не сразу заметила. Нам туда! И тут силы окончательно покинули меня. Я поняла, что не в состоянии ступить ни шага. не пойду, горячо зашептала я. Возьми пакет, тут конфеты для твоей бабушки и наш семейный альбом с фотографиями. Ты чего? Маня вцепилась не в руку. Совсем с ума сошла? Пойдем, у нас мороженое есть. Нет. Я отступила к одной двери, схватилась за ручку. Я не ем мороженое, и печенье не ем, и вообще мне пора домой. Меня мама заждалась. Нарка, ты соображаешь, что творишь? Манька повисла на мне и попыталась это драть от дверной ручки. Куда ты пойдешь, что я бата скажу? Не знаю, что хочешь, то и говори. Перевес сил был явно мою пользу. Еще минута, я бы вырвалась из дома. Что это вы тут затеяли? Внезапно прогремевший сзади трубный глаз пригвоздила нас к полу. Ба, она совсем с ума сошла, хочет домой уйти. Маня все-таки оторвала меня от дреной ручки и толкнула в коридор. Стесняется тебя, вот ненормальная. А ну-ка марш обе на кухню, командовал трубный глаз. Я молча поплелась заманить, не поднимая глаз. Боковым зрением Варловато выхватил большую ступню в теплом домашнем тапке да кусочек платья в мелкий цветочек. Кухня мне сразу понравилась. Она была очень просторной, с многочисленными шкафчиками, низким абажуром и простенькими ситцевыми шторами на окнах. Сейчас будем знакомиться. Голос премел прямо за моей стеной. Мне стало страшно, как у приемного врача. Но выхода не было. Пришлось оборачиваться. Баба пристально смотрела на меня поверх своих больших очков. У нее оказались светлые карие глаза и седые вьющиеся волосы, которые она стянула пучок на затылке. Она была достаточно грузной, но как потом оказалась совершенно легкой на предъем и несла свое большое тело с невероятным достоинством. Еще у нее была родинка на щеке кругленькая и смешная. Я вдохнула с облегчением. Это была обычная бабушка, а не огнедышащее чудовище. Маня подошла к Ба и обняла ее за талию. Прижалась щекой к ее животу. Скажи, нарко, поверились, спросила. Вы все прелестные, только когда спите, отрезала Ба и обратилась ко мне. Ну что, девочка, будешь здороваться или как? Здрасте, писькнула я. Здравствуй, Коль, не шутишь. Ба фыркнула, а потом коротко рассмеялась. Я чуть не лишилась чувств. Ба смеялась так, словно у нее в животе терзают несчастные животные. Тебя как зовут? спросила она. Ба, но я же тебе говорила, вспыла Маня. Помолчи, Мария, не с тобой разговариваю. А дернула ее Ба, Манюня надулась, но промолчала. На рене, пискнула я, а потом, мобилизовав остатки сил, добавила, очень приятно с вами познакомиться. Видимо, несчастные животные внутри практически домучивали, потому что кохот, который издала Ба, больше напоминал организирующий тип. Долго репетировала Рич, спросила на меня сквозь свой апокалипсический смех. Долго, призналась я виновата. А что это у тебя в руках? Пакет, это подарок вам. Ты мне подарок пакет принесла? пищевезь Ба, до чего же дефицит людей довел, что в подарок уже пакеты несут? Там еще конфеты и наш семейный альбом. Я сделала нерешительный шаг и потянула пакет. Спасибо. Ба заглянула в пакет. О, трюфели, это же мои любимые конфеты. У меня словно камень души свалился. Я счастливо вздохнула и выпитила дрожь. Ты чего такая худющая? Она подозрительно окинула меня взглядом с ног до головы и сделала пальцем круговое движение. Ну-ка повернись. Я повернулась. Мама мне по две пары колготок надевает, потому что ноги у меня такие тонкие. Она боится, что люди скажут, что меня дома голодом морят, пожаловалась я. Баррот хохоталась, да так, то стало ясно, палач, сидевший в ее животе, взялся за новую жертву. Отсмеявшись, она снова принялась меня изучать. Мне очень хотелось произвести на ее хорошее впечатление. Я вспомнила, как мама учила нас держать спину правильно. Задрала плечик ушам, отвела их сильно назад и опустила. Теперь моя осанка была идеальной. Видимо, Ба оценила мои старания. Она еще в минуту поглядела на меня. Я вдохнула с облегчением и смело подняла глаза. Тем временем, Ба достала из кавчика большой розовый фартук и протянула его мне. Это мой фартук. Надень его. Ничего страшного, что он тебе велик. Заляпаешь свое красивое платье? Мама потом по головке не погладит. Я виноград охернула и напялила фартук. Манюня помогла мне завязать его сзади. Я прошлась по кухне и фартук болтался на мне словно флаг на масте корабля при сильном ветре. Сойдет, богосклонно кивнула Ба. Потом она усадила нас за стол и я впервые в жизни попробовала ее выпечку. Вы знаете, как восхитительно печенье, которое пекла Ба. Я больше никогда и нигде в жизни не ела такого печенья. Оно было хрупкое и тоненькое, почти прозрачное. Берешь аккуратно двумя пальцами невесомый песочный лепесток и испуганно задерживаешь дыхание. Иначе ненароком выдохнешь и он разлетится как пыль. Нужно было отломать кусочек и подержать его во рту. Печенье моментально таяло и язык обволакивал щекочущее тепло. И только потом по маленькому осторожному глоточку можно было это сладкое счастье отправлять себе прямиком в душ. Ба сидела напротив листала альбом и спрашивала меня «А это кто? А это кто?» Потом узнав что мамина родня живет в Кирово Баде слеснула руками «Так она моя землячка я ведь родом из Баку» потребовала наш номер телефона чтобы позвонить маме «Как ее по отчеству?» спросила «Я от волнения забыла значение своего отчества глаза заметались по лицу и я густо покраснела » «Ты не знаешь как твоего деда зовут?» глянула повех очков на меня Ба «А-а-а-а-а-а-а» я моментально вспомнила что означает злополучное слово Андреевна она Надежда Андреевна чудо в пельях смыкнула ба и стало важно крутить диск телефона сначала они с мамой общались на русском потом ба покосившись на нас перешла на французский мы с майни вытянули шею выпучили глаза но ни одного слова не поняли по ходу разговора у ба постепенно расцветало лицо сначала она улыбалась потом разводилась своим катастрофическим смехом мама наверное на том конце провода выронила от неожиданности трубку но до свидания надя закончила ба разговор гости придем конечно и вы приходите к нам я испеку свой фирменный яблочный пирог она положила трубку и посмотрела на меня долгим чуть рассеянным взглядом а ты оказывается хорошая девочка на вене позована не до сих пор удивительно как я в тот момент умудрилась не лопнуть от распиравший меня гордость потом мы по второму кругу ели печенье потом мы ели мороженое потом и пили кофе с молоком и чувствовали себя взрослыми потом баба дела лукой вывившись и у меня прядь полос горе луковая казалось ладони не была большая теплая а маня поцеловала меня в щечку и губы у нее были липкие а кончик носа совсем холодный мы прочитали вам только первую главу из это чудесной и душевной книги если хотите узнать и про другие поделки манюни и носки то приходите в городскую детскую библиотеку имени евгения степановичка ковина за этой замечательной книгой